Продолжение следует... 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 и восстановить справедливость в отношении жителей. В том числе будут разработаны и механизмы, предполагающие компенсацию жителей, в том случае, если все-таки снос домов будет неизбежен, в первую очередь для защиты их жизни и здоровья. Обратную силу этот закон будет иметь? Хороший очень вопрос. Но с точки зрения реальной нашей работы мы еще не дошли до этой темы. Потому что у меня такой же вопрос. У нас уже 20 домиков снесены, соответственно, необходимо сейчас ответить. На вопрос, а что этим людям вернуть? Вот вчера мы с Павлом Николаевичем, когда сидели, отдельно анализировали, там есть возможность подачи иска непосредственно государству со стороны жителей, у которых были снесены домики. Потому что Россия является правоприемником, как прав, так обязательств СССР. И, соответственно, так как в 65-м году были предоставлены данные земельные участки, и сейчас, получается, их вынудили при решении суда снести, то, соответственно, необходимо... Ну, то есть есть возможность подготовки, но это теория. То есть практику еще никто не освоил. Поэтому вопрос правильный в чем, что либо надо закон зашивать, в хуже случаи, которые произошли, и на них отвечать, либо у нас это будет какая-то отдельная история. То есть пока она за скобками. И цена. Как она будет определяться? Чем будет определяться компенсация? Это тоже открытый вопрос. Потому что есть кадастровая стоимость, есть оценочная стоимость. Вот это две истории. Какая будет в итоге выбрана, пока тоже думаю не сказать. По времени что-то можете спрогнозировать? Когда это будет стоимость? Однозначно, пока в декабре мы предполагаем принять первом чтении. Потому что закон сейчас считают и «Газпром», и «Транснефть», и другие энергетические компании тоже считают, что этот закон нужен. Потому что в какой-то степени нерегулированность и неопределенность она не позволяет всем найти выход из этой ситуации. И жителям, в том числе, чувствуют себя защищенными, что больше их никто не тронет и не будет через суд либо другими правом механизмами понуждать сносу их в доме. Соответственно, я думаю, что в первые полугодия следующего года закон будет уже доработан до окончательного состояния ко второму чтению. Число нарушителей вот этих зон сейчас в какой сумме оценивается? Эта цифра постоянно меняется, потому что окончательная инвентаризация или выявление подобных нарушений, она еще не закончилась. На сегодняшний день эта цифра приблизилась уже к 70 тысячам установленных нарушений нахождение объектов в зоне минимальных расстояний и охраны зон. Примерно 40% из этого числа это как раз являются садовые домики. На сегодняшний день, когда действительно мы столкнулись, именно уже как Государственная Дума, с очень серьезной несправедливостью в отношении жителей, потому что я считаю, что это ненормально, когда человек несколько десятков лет обрабатывал свой небольшой садовый участок, там стоял у него домик, и вдруг он получает решение суда, что он должен из своей пенсии взять деньги и еще на свои же деньги снести этот домик. Поэтому, когда этот вопрос стал все больше появляться, потому что стала меняться практика судов. Если взять 2015 год, в 2015 год вставал, суды вставали на сторону жителей и отказывали в сносе «Газпрому», «Транснефти» и другим компаниям, которые обращались с подобными исками. Но если берем практику уже в 2016-2017 годах, то практика судов поменялась. И наоборот, она стала уже на сторону компаний, которые пытаются из минимальных расстояний убрать эти домики. Поэтому вот сейчас, когда в 2016-2017 годах эта практика поменялась, естественно, сигналы о несправедливости, а это по-другому назвать нельзя, они стали все больше и больше пониматься, и дошли в том числе до Владимира Владимировича. Поэтому сейчас, безусловно, компании стали проводить больше работы, больше уделять этому внимания. Потому что сейчас во всей стране останавливается вся юридическая работа по этим вопросам. То есть, если брать Нижегородскую область, все понимают сложность этой ситуации, потому что даже есть уже исполнительные листы в отношении домиков. Но точно так же сейчас и эти процедуры останавливаются, чтобы не трогать жителей. Потому что все ждут итогового закона, итогового решения, которые, надеюсь, сейчас внедут порядок в этой сфере.